здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канал в этом году очень уродила слива великолепный урожай сильно много было я решилась не сварить варенье я ее заморозила наелись будем варить варенье слива у меня очень хороший сорт президент мясистая косточка легко отделяется это раскусила не червивая один раз мы ее обрабатывали до распускания почек но всяких потом ничем не обрабатывали косточка отделяется от ногтем мясистая замечательная слива урожай ветки были облиплены ты уже оставила покушать так замечательно я не очень довольна если кому-то попадется сорт сливы президент покупайте не жалейте урожай каждый год но даже не дает отдыха покажу какое дерево наш ветка поломалась дерево раскидистая невысокая так выглядит дерево ветки аж ломались в этом году в прошлом году были тоже сливы замечательные все морозило компоты великолепные сейчас пойдем варить варенье для того чтобы варить варенье из слив я их очистила от косточек на ночь засыпала сахаром они у меня постояли два часа в сахаре чуть-чуть впустили сок я его проварила пять минут и оставила на ночь а утром нужно доварить его до готовности вот она уже начала закипать я варю его до готовности дальше будем помыла баночки вот а теперь мне нужно их постерилизовать потому что постерилизовать баночки я купила вот такой кружочек замечательное приспособление кто-то придумал у нас в магазине начали продавать вот в кастрюльку набираете воду ставите этот крылочек берем банку ставим сверху и вот так она у меня стерилизуется беру чистую ткань и на нее буду выкладывать свои банки баночка моя стерилизуется и образуются внутри такие потеки когда они практически очистятся баночка готова а варенье этим временем кипит рядышком я его все время помешиваю а в отдельном брюшлячке я постерилизовала крышечки проварила 10 минут слила воду и крышечки готовы они у меня обсыхают крышечки обсыхают я так выложу вниз дном чтобы с этой стороны не было влаги одну баночку я уже простерилизовала пойдем следующий водичка кипит беру баночку я ее помыла теплой водой добавлением ферри беру банку ставлю вот так и она у меня начинает стерилизоваться вот появляется конденсат когда по стеночкам потечет водичка она готова долго стерилизовать не нужно тем временем варенье и слив продолжает вариться слив у меня было где-то два ведра я положила сахара пять килограмм четко на два ведра слив плюс отходы косточек пять килограмм сахара получается замечательное варенье вот баночки постерилизовала поставила баночку на крышечку для того чтобы стекло лишняя влага если поставить так она не совсем стекает она бачок стекает хорошо влага крышечка вверх ногами что под низом тоже влаги не было баночки должны быть сухие и и тогда варенье стоит долго хорошо очень вкусно еще одну баночку сейчас на делу на варку варенье у меня должно пройти минимум 3-4 часа чтобы она загустела я проверяю варенье таким образом беру тарелочку блюдечко и беру одну капельку варенья и вот так вот ложкой провожу когда варенье готово здесь остается такой белый след как дорожка сейчас еще сырое время нужно варить тогда я точно знаю когда сколько нужно варить чтобы варенье достаточно было сварено пенку периодически нужно собирать а можно оставить кто любит спинка она появляется в процессе варки и собираешь ложечкой можно использовать чай очень тоже вкусно добавлять ароматный получается с пенкой а можно так хлебчиком вымокать кому как удобно банка у меня высохла не до конца поэтому я делаю свой метод беру ложку ставлю чашечкой набираю немножко варенье наливаю в баночку немножко побыло и обратно выливаю в мисочку она варится и после этого банка не лопнет и не останется вода в банке там будет только варенье теперь берем чашечкой варенье и набираем полную баночку я подставила тарелочку из-за того что варенье горячее капает всю ложечку можно убрать ложечкой я помешиваю дно чтобы не пригорело так как варенье уже мало осталось и в конце закрываем крышечкой отодвигаем берем ключ начинаем закручивать очень легко это делается каждый раз подкручиваем ручку три оборота подкрутили чуть-чуть чувствовать нужно два оборота чуть-чуть раз подкрутили все уже туго пошло и хруст другой готово теперь берем баночку переворачиваем проверяем на герметичность нигде не течет значит закатали мы и правильно из того количества слив что у меня было получилось 5 6 7 баночек я их перевернула и оставлю до остывания это у меня еще другое варенье я варила с черешни спасибо всем за внимание пробуйте мой рецепт своих кулинарных способностях подписывайтесь на мой канал до свидания в следующих видео я сниму рецепт как я делаю малосольные огурчики быстрого приготовления огурчики будут готовы за полтора-два дня хрустящие очень вкусные попробуйте мои рецепты до новых встреч до новых встреч